Наш эфир продолжает очередная встреча с Леоном Вайнштейном. Здравствуйте, Леон. Добрый день. Давайте начнем с письма. Мы получили письмо от Бенджамина Шварцмана. Давайте я зачитаю письмо. Оно, собственно, к вам обращено. Хотелось бы услышать мнение Леона Вайнштейна по вопросу препятствия правосудия со стороны Трампа. Во-первых, я считаю, что Мюллер ничего не обнаружил. Если бы обнаружил, то не только тут же заявил бы об этом, но вопрос об импичменте даже не обсуждался бы в МИДе. Ведь для того и затевался весь этот спектакль, чтобы изгнать Трампа из офиса. Все было бы четко и ясно. Мне непонятно, почему вопрос в таком аспекте даже не обсуждается, включая ваше радио. Или я ошибаюсь? Второе. Я считаю Мюллера негодяем, ничего не найдя. Он передал дело на суд врагов Трампа, надеясь и на то, что они что-нибудь раскопают или на то, что в любом случае они не дадут затихнуть этой буре в стакане. Пожалуйста, ответьте. Благодарю, Бенджамин Шварцман. А можно мне прояснить первый вопрос? Второй я понял, а первый нет. Во-первых, я считаю, что Мюллер ничего не обнаружил. Если бы обнаружил, то не только тут же заявил бы об этом. То есть, что мы не обсуждаем на радио вот эту тему в таком ракурсе, что на самом деле там ничего нет и он передал это врагам Трампа. По-моему, это то, что мы обсуждали уже несколько раз. И не только мы на нашей передаче, но и у вас на радио это тоже обсуждалось несколько раз. Так что я думаю, что вот ошибка в письме. Я тоже считаю, что Мюллер действовал совершенно не так с моей точки зрения и с точки зрения целого ряда других экспертов. Я небольшой эксперт, как вы понимаете, в праве в американском, тем более, так сказать, в конституционном праве и прочее. Но вот по каким-то логическим заключениям он совершенно не должен был, как любой прокурор, не должен на 400 страниц расписывать, что происходило, кто что сказал, кто что думал и тому подобное. Нужно было дать, я это говорил уже, кстати, на этой передаче, нужно было дать свое заключение. Если у тебя был один вопрос, то один. Если два, то на два. Он считал, что у него два вопроса есть. Вернее, один ему дали, а второй у него возник. Один это предательный Трамп. Я очень упрощаю. А второй это непревышенный Трамп своей полномочия. Вот он должен был сказать, что по вопросу номер один нет. Трамп не делал того сего пятого и десятого. И вот вам на три страницы или на полторы объяснение, почему я так считаю. А второй вопрос это превышал ли он свои полномочия, то-то и то-то, и вот почему я так считаю. А факт того, что он сделал это 400 страниц, да еще с дополнениями, разъяснениями и прочее, показывает мне несколько вещей. Первое, что он враг существующему Белому Дому режиму. И он попытался как можно больше ссора вынести из избы таких мелочей там всяких и людей, и докладов, допросов и т.д. Теорий, которые потом помогли бы держать, так сказать, на жару, что называется, всю эту ситуацию. Второе, что он собирается писать книгу, а если бы он просто очень гордко написал, то это все бы оставалось, что называется, с секретными материалами, он не мог бы их использовать. А сейчас, так все это снаружи, и об этом все время говорят, то он может написать книгу с использованием всех этих материалов. И я думаю, я повторюсь, так сказать, что у него уже контракт либо уже подписанный, либо предложение лежит в кармане с очень серьезным чеком, там, так сказать, несколько миллионов долларов. Собственно, вот мое мнение по этому поводу. Я считаю, что Мюллер абсолютно точно так же завязан в этом очень конкретном болоте. Начиная там с Энрона, со всяких дел, на которых он пересекался, с Ротом Розенстайном, с Коми, с кучей людей, которые в это время работали в Белом Доме и т.п. То есть они на расследование, в общем, с моей точки зрения, все это расследование было сделано до двух вещей, выдумано и сделано. Первая вещь это, что называется, fishing expedition, то есть по-американски, так сказать, это означает, мы пойдем, начнем пытаться вытаскивать любую рыбу, которая, так сказать, есть в пруде, а вось мы вытащим что-то, что, так сказать, плохо для Трампа. А второе, это переместить внимание публики с того, что происходит и как бы должно было происходить перед самыми выборами, во время выборов и тому подобное, то есть с теми неправовыми действиями наших силовиков, переместить внимание на Трампа и заставить его, что называется, на сковородке, так сказать, подпрыгивать, вместо того, чтобы дать его возможность, ну, скажем так сказать, поджаривать их. Вот сейчас-то все кончилось на самом деле, почему кончилось, потому что самый главный вывод был сделан, а именно вывод, ну, не было никаких связей, так сказать, с врагом, у Трампа нету причин для шантажа, так сказать, и тому подобное, и поэтому у Трампа в значительной степени развязаны руки, и то, что сейчас будет 344 еще дополнительных расследований и тому подобное, в общем, по большому счету, американскую публику не волнует. 847-400-5200, телефон нашей студии. Если у вас по-прежнему остались вопросы, пожалуйста, звоните. Мне просто не хотелось прерывать Леону на полусловие. Марк Левин вчера отметил очень интересную деталь этого доклада Мюллера. Маген был, допрашивался в течение 30 часов команды Мюллера, в течение 30 часов, и в этом докладе ему всего два параграфа посвящено, вот там, где он говорит о том, что якобы Трамп просил его, позвонил ему, сказал, чтобы он позвонил Розенстайну, чтобы тот уволил Мюллера. И Марк Левин отмечает, говорит, вообще, не кажется ли вам это странным, а остальные 38 часов и 50 минут или 59 минут, чему были посвящены, о чем говорилось, почему об этом нет ни слова в докладе? Или они каждую минуту повторяли один и тот же вопрос на протяжении 30 часов? Или там есть какая-то информация, которая, так сказать, не очерняет Трампа, а как раз оправдывает его? Почему всего два параграфа коротеньких Магену там посвящено, хотя он отвечал на вопросы в течение почти целой недели, там, почти 30 часов, 3 четверти недели, по большому счету. То есть, безусловно, доклад Мюллера преследовал своей целью дать возможность Конгрессу продолжать вот это расследование. Вообще, сама идея того, что человек пытается препятствовать расследованию преступления, которые он не совершал, с тем, чтобы у всех потом, если он удастся ему это препятствовать и удастся прекратить, все считали, что он его совершил, она абсолютно идиотская. Но так как логика не работает, а работают только партийные забывания, то оно поэтому и работает таким образом. Вот сейчас они будут пытаться как можно дольше тянуть, но самое главное... Леон, давайте мы с вами вернемся к тому, что происходит в Конгрессе, просто люди звонят, давайте попробуем ответить на вопросы. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Леон. Один вопрос. Не совсем по теме вашего непосредственного разговора, но тоже имеет отношение к нашей стране, как я полагаю. Вот как вы думаете, удастся ли Зеленскому каким-то образом потушить конфликт с Путиным, потому что это очень болезненная точка, и этим Путин шантажирует весь остальной мир, в том числе и нашу страну? Вот как ваше мнение по этому поводу? Здесь нетрудно, будьте любезны, ответить. Спасибо. Окей, я с удовольствием попробую, а сразу же хочу предупредить, что в украинской политике внутренней, российской политике внутренней, я даже не специалист, я просто в сравнении с теми людьми, которые вообще живут там, просто ничего не знаю. Я могу рассуждать только большими понятиями, и когда дело касается американских каких-то, так скажем, интересов и прочее, то есть этим я пытаюсь там интересоваться, заниматься и так далее. 75% людей проголосовало за Зеленского, у него очень большой багаж политического доверия и возможность для маневра, потому что очень сильно, и главное, что он победил, по-моему, во всех регионах, кроме одного, кроме как во Львове, если я не ошибаюсь, во всех остальных он победил. Это не то, что там, так сказать, он по чуть-чуть на чуть-чуть победил, серьезно. То есть у него есть возможности политически маневрировать. Одновременно с этим хочу сказать, что так как на Украине нет еще сложившихся, так называемых, институтов противодействия, ну как в Америке, так сказать, checks and balances, то что называется. А то единственным, так сказать, сопротивлением там является выход народа на Майдан и улица, что называется. Так вот представьте себе, что любой политик сегодня вдруг начинает говорить и делать какие-то вещи для сближения с Россией. Сближение с Россией, без решения, серьезного решения тех конфликтов, которые Россия принесла на территорию Украины. Да его сметает та же самая улица, потому что от любви до ненависти один шаг. Значит, я сейчас не говорю, он хочет это делать, не хочет, я говорю, может, да? Второе. А, значит, что нужно было бы Путину? Путину, значит, очень противопоказано два сценария. Сценарий номер один. Это серьезное, так сказать, раздувание конфликта. Потому что сегодня единственное, в чем согласна вся Европа и Америка вместе друг с другом, это что за то, что Россия вторглась на территорию, меняет границы на территории Европы, то есть на территории Украины, значит, на них накладываются санкции. Санкции, которые тихонечко-тихонечко увеличиваются, увеличиваются, увеличиваются или дают возможности европейцев, американцам и вообще другим богатым, что называется, людям вкладывать в Россию деньги, развивать там что-то, передавать технологии и т.д. То есть эскалация Путину совершенно точно нужна. Если это будет временная эскалация, типа захвата страны, я понимаю, можно захватить страну, а потом пережить, так сказать, Украину, имею в виду. Но вряд ли, так сказать, что называется, съесть-то он съесть, да кто ж ему даст. Теперь, значит, ситуация, при которой идет, ну скажем, так сказать, такое вот радостное замерение с Украиной, на которое Украина начнет вставать на дыбы от этого, да, будет показывать миру, что опять там нету никаких оснований для того, чтобы прекращать санкции, потому что, смотрите, народ украинский, он, так сказать, украинский, по-моему, сейчас надо говорить, да, надо на Украину делать ударение. На украинский. Значит, ставит на дыбы. То, что нужно, с моей точки зрения, Путину, это вяло текущий конфликт, где ничего особенно не улучшается, ничего не ухудшается. Он не должен говорить своим русским, так сказать, своим подданным, при том, что у него очень серьезно падает рейтинг в последнее время. Не должен говорить, что мы, значит, самое главное, на чем мы вас сплотили, это на Крыму, там, и на Украине. Мы сейчас отступаем от этих идей. Кроме того, если вообще отношения с Украиной начинают улучшаться, и Украина начинает хорошо жить, что страшно для Путина, потому что тогда, так сказать, в России начнут думать о том, что бархатные, розовые и там и прочие революции, вельветовые, не знаю, как они сейчас там называются, разные названия для одного и того же, да, могут сработать, потому что на сегодняшний день их уговаривает телевидение, радио, СМИ, там, политики, в том, что вот они там бунтуют, а жизнь у них намного хуже, чем у нас. Вот, а мы вот сидим тихо, да, нас, что называется, бьют там по всяким частям тела, но жизнь у нас лучше, тем не менее. И вот, так сказать, сценарий я вижу такой. Россия хочет продолжение велотекущего конфликта, а у Зеленского самая большая задача – это построить промышленность, инвестиции и улучшать уровень жизни людей. Поэтому я считаю, что для него тоже велотекущий конфликт значительно более удобен и выгоден, чем что-либо другое. Давайте попробуем принять звонок следующий. Добрый день, пожалуйста, Филип. Алло, здравствуйте. Наконец-то наш бывший вице-президент Джилл Байден вышел на донку в предвыборной кампании президента 2020 года. И уже вчера его рейтинг поднялся до почти 40 миллионов процентов, даже больше, чем у нашего Трампа. И почему-то вот, к сожалению, людей не настораживает его вот склонность. Эти фотографии, которые показывали, якобы у него есть склонность. Ну понятно, мы сейчас... И вот почему, и то, что вот его сын получил миллиарды долларов в Китае и в Украине, почему люди так не настораживаются? Спасибо. Право любого человека выставлять себя в президенты. Джо Байден был вице-президентом, до того был сенатором, председателем сенатского комитета и тому подобное. У него как бы послужной список есть для того, чтобы выставлять себя на любую кандидатуру, на президентскую в том числе. Теперь рейтинг у него поднялся, потому что его имя знают, потому что на абсолютно почти безымянном фоне, за исключением Берни Сандерса, народ никого не знает. И кроме того, конечно же, часть демократов перепугана подарком судьбы, которая называется, значит, AOC. Значит, Александрия, значит, Указия-Кортес. Она просто, так сказать, подарок, с моей точки зрения, всем правым и, так сказать, республиканцам и тому подобное. И еще две ее подруги-мусульманки тоже. Вот это трио просто, так сказать, вот кто-то бог взял и на голубом блюдечке золотой каемочкой эту тройку нам принес. Так вот, значит, люди, которые перепуганы социализмом-коммунизмом-уравниловкой-раздавая, а грабь-грабители, как они там называли это, а экспроприеры-экспроприаторов, вот такие умные слова очень были. Они тут же, так сказать, помчались говорить, что да, вот Байден это выход из положения и тому подобное. Я думаю, что это, значит, первый всплеск, который последний и что это лучший день был для Байдена вот вчера, когда у него пошел рейтинг наверх. Потому что только положительное, значит, он себя представил, он рассказал, значит, что он борец против Трампа, причем ни в чем себя Трампу не противом оставил, кроме как в том, что вот он хороший человек, а Трамп плохой. Чем открыл и себя, и свою партию, и то, что он слова не сказал про антисемитизм, и то, что, ну, в общем, так сказать, открыл он себя для атак. Это первое. Второе. Вот сейчас, значит, когда он выставился официально, сначала его начнут кушать его же, значит, да, вот, а его же начнут тебя кушать очень серьезно. Они начнут серьезно выяснять, что делал его сын в Китае, что делал его сын на Украине, в Украине, извиняюсь, нельзя говорить на Украине сейчас. Что с удовольствием, так сказать, подкинут, сольют украинцы в прессу, да украинцы уже, так сказать, приехали сюда, Луценко еще при Порошенко, когда они пытались заигрывать с Трампом и объяснять Трампу, что они хорошие, вернее, так, они не такие плохие, как он думает. Значит, они помогали Хиллари Клинт, она сейчас готова помогать ему. Так вот, начнется такое кушание его, мы будем каждый день слышать о том, какой он ужасный, старый, немощный, глупый, все его ляпы, которые были смешные, когда он просто так выступал. А сейчас, когда он должен быть на президента, вытащатся на телевидение все его ляпы, причем не только на телевидение, которое работает для правой стороны, для республиканцев, а то, которое работает для левой, включая CNN и тому подобное. Они ведь душу продали не Байдену, который пытается себя позиционировать в центре, вранье, конечно, но пытается, да, они душу-то продали левую, им нравится вот эта вот молодая, задиристая, антисемитская, антикапиталистическая и тому подобная группка, которая сейчас берет власть в свои руки и приведет нас в светлое будущее. Так что у Байдена, я думаю, будет только падение с этого момента. Мы вернемся к Байдену, но прежде примем звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сережа, добрый день, Леон. Леон, я с вами согласен, что у Байдена, я думаю, вчера и сегодня это был пик его кампании. Я думаю, что оно пойдет вниз, но я хотел на минуточку вернуться к репорту Мюллера. И вот что мне нравится, что дискуссия о том, нужно ли начинать импичмент или нет, она сейчас ведется не между сторонниками Трампа и врагами Трампа, она ведется исключительно между врагами Трампа. Республиканцы все стоят в сторонке, все закончено, давайте ему вон, а так называемые демократы, они ругаются. Нужно начинать импичмент, как хотят их совершенно отвязанные, или такие, как бабушка Нэнси, которая понимает, что это может обернуться ударом для них, которые пытаются их успокоить. То есть из плоскости республиканцев больше демократов, оно перешло в плоскость ненормальной демократы против совершенно ненормальной демократов. По-моему, это такой же подарок судьбы, как и ЛЛС и все эти остальные терроризмы. Спасибо, я послушаю вас, до свидания. Спасибо же. Да, конечно, я очень рад, что республиканцы не лезут в эту драчку, потому что, значит, когда твой враг себя пытается, ну, враг, так сказать, пытается себя, что называется, саморазрушить, то ни в коем случае не вмешивайся. Я бы очень хотел, чтобы они начали этот импичмент, потому что вот тогда, с моей точки зрения, народ просто озвереет. То есть надо решать какое-то огромное количество проблем. Уже все соглашаются, в том числе, так сказать, часть не совсем полоумных демократов, что у нас кризис на границе. Они только хотят его называть сейчас по-другому. Они называют его гуманитарный кризис. Ну, называй хоть только в печку, ставь срочно совершенно блюдо, да, вот, горшок, а не блюдо. Значит, то, что происходит в стране, я не могу сказать, что мы просто умираем, да, так сказать, жизнь идет, жизнь улучшается. С каждым днем становится понятно более, что это не из-за того, что Обама вот что-то начал, да, из-за того, что при Трампе начали что-то делать. Жизнь становится лучше, люди находят работу, люди после колледжа могут строиться на приличную работу, а не идти пиццу продавать. Народ начинает выезжать из подвалов у мамы и бабушек, к которым они заехали, потому что не могли найти работу, не могли найти, не могли платить ни за что и тому подобное. Есть, в общем, точки, на которых надо обязательно биться, приходить к компромиссам каким-то и что-то еще с тем же самым здравоохранением, которое, в общем, медленно подтачивается и разрушается, потому что выдали оттуда пятую ногу, значит, обязательный штраф, если вы помните. Есть куча всяких вещей, которые надо решать, надо садиться вместе, нельзя просто все время бороться с Трампом, значит, нельзя все время, в стране хуже от этого делается, от того, что мы не решаем внешнеполитические проблемы. В то время, как Трамп пытается их решать, здесь дома начинают громкогласно кричать, что он дурак, и что он не умеет ничего делать, и все делает ошибки, что, естественно, позволяет той стороне думать, ага, зачем мне с ним договариваться, ему могут очень скоро сбросить, а я с ним договорюсь сейчас о чем-то. То есть, это мешает нашей стране. Вот если они не перестанут этим заниматься, то, с моей точки зрения, народ должен озвереть, просто озвереть, не просто, так сказать, переметнуться в одну... Как с Рейганом это было, когда абсолютно лендзлайд, то, что называется, абсолютно в 49 штатах, как у Зеленского, кстати, да, кроме одного, во всех, кроме Вермонта, по-моему, если не ошибаюсь, то, в всех остальных 49 штатах у него был абсолютный перевес. Я думаю, что абсолютно то же самое может случиться с Трампом, и так случится, а так случится просто, что называется, с гарантией, на Гуликовом поле. Давайте попробуем принять еще один звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Леон, извините, пожалуйста, это я еще раз звоню. А вот не кажется ли вам, что не следует недооценивать Байдена, буквально по двум-трем причинам. А первое, это человек, способный на любые грязные удары ниже пояса. Он это многократно доказал. А второе, количество, как говорил Ленин, полезных идиотов, и особенно идиоток в нашей стране, а также, вот как говорит господин Зацепин, либерасты, все и всякие либеральные отребия, оно немеряное. Они его на Сенат захватили, то есть Конгресс захватили на прошлых выборах. И я думаю, что это серьезная электоральная основа вот у такого, не хочу использовать инсезонное выражение Байдена. Будьте любезны, прокомментируйте, так вы считаете? Да, конечно. Вы знаете, то, что я сказал, не означает, что я, либо кто-то иной относится несерьезно к Байдену. Если бы Трамп относился к нему несерьезно, то он вчера и сегодня не занимался бы его критикой. Если вы заметили, он сегодня произносил речь, на которой он сказал, как минимум два раза возвращался к Байдену. Он вчера два раза говорил о Байдене, то есть очень серьезно относится к этому. Дело в том, что, с одной стороны, Трамп и все остальные очень хотели бы, чтобы Трамп вступил бы в гонку с демократической партией, с социалистическими идеалами. Потому что нам кажется, что это легко было бы разбить. Но дело-то в том, что, не дай бог, что один из двух людей, которые выходят на президентскую гонку, будет такой отъявленный социалист, то у него есть 50% шанс, или у нее 50% шанс стать президентом Союза Америки. А представьте себе, что-то случается, что-то такое про Трампа выясняется, или Трамп говорит какую-то глупость. Я не знаю, что, хотя за последние три года он вроде вырыли уже все что угодно и говорил много. Но тем не менее, представьте себе, что с ним что-то случается, и та сторона выигрывает. Не дай бог. Я уже предпочитаю, чтобы против Трампа был более серьезный соперник типа Байдена. Серьезный с точки зрения, ну там, не крикли, он, конечно, пойдет сейчас еще влево, он будет пытаться заигрываться своими социалистами в партии и т.д. Я думаю, что он не пройдет через горнило вот этой вот новой социалистической тусовки. Они уже пишут ежедневно в этих самых, в твиттер, что он слишком старый, что он далеко не понимает, в чем центр и в чем эпицентр силы сегодняшней и энергии демократической партии и т.п. Так вот, я думаю, что они его не пропустят. Но тем не менее, я бы предпочитал, чтобы, что называется, не дай бог что случится, если не Трамп, то чтобы был хотя бы, ну какой-то там более не менее центристский. Аня, я совершенно оголтела, психована, марксистская какая-то сволочь. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, добрый день. У меня есть такое мнение, я просто выскажу, как бы это как вопрос. И я не знаю, если он или вы прокомментируете, скажете, это действительно, может быть, где-то близко к истине. Первое по поводу действительно Трампа и разбирательства, Мюллерепорта и т.д. Мне кажется, что разборы с демократами пока мы составили на десерт, вот, блин, верно, к выборам. Мне так кажется, потому что там действительно накопилось такое громадное количество коричневого материала, который просто если сейчас вынести, то это будет до конца выборов, наверное, попахивать. А по поводу Украины вы затронули тему. У меня мнение такое, что в связи с тем, что Путин сейчас предлагает гражданство всем гражданам Донбасса и т.д. То есть предпринимающих в переграничных районах, это очень, как бы, негативно окажется. Потому что если там какое-то количество значительное примет гражданство России, то окажется, что, в принципе, эти переграничные районы населены гражданами России. Это первое. Но мне кажется, что есть к этому какая-то тоже борьба, потому что если граждане проживают на территории Украины, то они без визов, без визов и так далее, они могут просто оттуда быть, как бы, попрошены или депортированы, или не так, и там есть законопроекции и так далее. Вот эти два мнения я вас подошу. Продолжение следует... И это действительно такая бомба будет. И, наверное, скорее всего, она будет... Я не знаю, когда он ее запустит, но он ее запустит. Ну да, Трамп уже несколько раз говорил, что его, так сказать, он хотел вообще, так сказать, все это вытащить, но его коллеги, которые занимаются предвыборной кампанией, просят его отложить на поближе к выборам. То есть, так, впрямую сказал. Вот. Потому что он говорит, у нас пресса, говорит, покричали бы, покричали бы, а потом стали говорить, что это старые новости, не нужно на них обращать вообще внимание. А, говорит, надо сделать так, чтобы это не были старыми новостями, чтобы люди, так сказать, незадолго до выборов стали понимать, кто люди, которые вот копали и копают на Трампа. Наверное, правильно. Я думаю, что сейчас то, что сейчас начинает происходить, это у бара складывается несколько... Стекаются к бару несколько различных расследований. И вот обещали в конце мая, начале июня Горовец проводит свое расследование по поводу вот как раз источников того, из-за чего, собственно, началась слежка. Одновременно ведется расследование по тому, как расследовалось дело Хиллари Клинтон. И одновременно ведутся еще несколько дел, связанных с переписками ФБРовского начальства. Вот вчера, так сказать, вытащили еще несколько ранее неизвестных имейлов, из которых как бы понятно, хотя, так сказать, что называется, не написано черным по белому 100%, как бы понятно, что высшие чины ФБР уже после избрания Трампа пытались найти себе контакты-осведомителей в штабе Трампа, в команде, которая, так сказать, переводила, так сказать, предвыборную команду Трампа в управляющую государством команду Трампа. Что наводит на очень неприятные мысли? Что, значит, ФБР пытается найти осведомителей, установить связи в штабе президента? Что это вообще значит? В каком смысле? У нас что, следит, тайная полиция следит за людьми президента? По каким причинам, да? Как бы это все должно идти через суды, через какое-то начальство, через какое-то разрешение? Для этого все это было придумано, вся эта система. Вот люди, которые следили за Трампом, очень похожи. Они всячески обходили систему, научившись на ситуации, когда Никсон был, если помните, просто взяли и залезли нагло посмотреть папки и материалы демократической партии, они научились на этом и стали пытаться прикрывать себе задницу всякими бумажками. То есть они из-за того, из-за этого, из-за пятого, из-за десятого как бы строили кейс будущий. Но я думаю, что они так заигрались, и там есть такое огромное количество разных бумажек, которые, вот если все, планомерно выделить команду людей, которая этим заняла, чем Барс сейчас сказал, что у него группа людей этим занимается, и пытаться разобраться планомерно в том, а что, собственно, начало происходить с того момента, как Трамп сошел с лестницы и объявил, что он будет, так сказать, вместе с женой, или спустились, или с Меланией, и объявил, что он вступает в гонку за президентство, так сказать, хихихаха, но кто-то не только хихихаха начал к этому серьезно относиться и чем-то заниматься. Вот мне очень интересно и всем остальным узнать вот с этого момента, что, собственно, происходило, как оно, на каких основаниях происходили слежки, почему вдруг какой-то связанный с нашими разведками, с западными, с английской разведкой, так сказать, некий профессор с Мальты, почему, так сказать, он вдруг там возник, почему Папандополис разговаривал в каком-то баре, якобы в пьяном состоянии, почему-то с сотрудником посольства Австралии, который тоже в спецслужбах, так сказать, был занят, и тот доложил, что, значит, вот у него есть, он сообщил, значит, в Мальты Папандополис сообщил, что у него есть информация от русских, то есть все это звучит как-то безумно странно. Конечно, бывают совпадения, да, но вот я думаю, что мы в самое ближайшее время, в ближайшие несколько месяцев начнем верх айсберга, по крайней мере, видеть, а, как я уже много раз говорил, все остальное начнет у нас выливаться уже в 2020 году. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся, продолжим, обязательно примем звонки и ответим на ваши вопросы.